Привет, друзья! Сегодня мы сравним модели, о которых вы наиболее часто спрашиваете. Мы сравним трехполоску Edifier R2750DB с двухполоской S2000MK3 и сравним по делу и лаконично. Что ж, давайте сравним технические характеристики этих моделей, заявленные производителями. Вот модель 2750DB, перед вами это, понятно, трехполосная система, то есть 2.0 система с тремя полосами с общей мощностью 136 Вт. Однако, пускай это не вводит вас в ненужные надежды, потому что эти ваты распределены следующим образом. По 40 Вт всего на басовый динамик, по 14 на каждый средний выскочастотный динамик идет. Зато на каждый динамик индивидуальный персональный усилитель, но так, впрочем, будет и у конкурентной модели. Итак, это трехполосная система с Bluetooth версией 4.1, то есть на сегодняшний день устаревшая уже. Однако, эта модель имеет выход на сабвуфер, что очень удобно, хотя калибр динамика 6,5 дюймов, где-то здесь вот оно должно быть написано, подразумевает работу без сабвуфера. Однако, такая возможность есть, чего нет, например, у конкурента. Четырехдюймовый динамик вольготно воспроизводит музыкальный, нежный, трепетный голосовой диапазон. И три четверти дюйма твиттер воспроизводит верхний регистр. Притом, в отличие от 1-дюймового твиттера, у него более широкая диаграмма направленности. За счет меньшего радиуса, класса D усилители усиливают каждый сигнал каждого из каналов. На каждой из динамиков имеется DSP, разумеется, и 5-пиновый кабель соединяет активную и пассивную колонку, передавая на каждый динамик свой индивидуальный сигнал. Также имеется пульт дистанционного управления. Ну и вот, пожалуй, все. МДФ минимальный способ был эко. Видите как, оба динамика, обе колонки, одеты в корпуса из МДФ, которые минимизируют возможное эхо. Любопытная мысль, мне она раньше в голову не приходила. Ладно, давайте посмотрим, что заявлено про S2000, лидера двух полосок, цифровых двух полосок Edifier. Цифровых, это я говорю в кавычках, скорее всего, это такой сарказм. Однако тут еще есть лейбочка Hi-Res, аудио, что немаловажно, между прочим, что картинально ее отличает от предыдущей модели. И причем вот эта цифра 24 бита, куда больше важная, чем 192 кГц, потому что студийный, например, материал выходит из студии в формате всего 44 кГц, однако именно 24 бита. Итак, я сразу забежал вперед, однако, если глядя из космоса, посмотреть на эту модель, то это тоже двухполосная 2.0 стереосистема, полочная, мультимедиа активная, соответственно, с 5,5-дюймовым басовым динамиком и планарным твиттером. Вот здесь вот написано, что это ожидающий патент, надеюсь, они его уже получили. Планарный твиттер, это много лучше, чем, предположим, купольные твиттеры, но и цена, соответственно, на них более высокая, 5,5-дюймов алюминиевая диафрагма у басового динамика. Также эта модель отличается от Bluetooth 5.0 версии, с IPTX HD поддержкой, что тоже, конечно, выделяет ее, она вырывается вперед в этом аспекте. Габариты вы можете сравнить, здесь вы их видите, габариты этой модели, здесь вы видите, ну, это, правда, коробки, 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 то есть габарита в этой модели вы не видите, но я думаю, что вы имеете эту информацию из обзора в этих моделях, которые я делал раньше. Что еще можно сказать про эти модели? Тоже здесь использован биомик, то есть индивидуальное усиление для каждого динамика, и на басовой динамике идет по 50 ватт, а не по 40, как в предыдущей модели, и по 15 ватт на твиттеры. О чем это нам говорит? Ну, с одной стороны 50 ватт больше, чем 40, а с другой стороны 40 и 14 уже будет 55 ватт. Ну, однако, давайте посмотрим, подумаем, сколько ватт может выделяться в этих обеих моделях, например, на 100 Гц. В этой модели 40 ватт, а в этой модели 50 ватт, что как бы вырывает ее вперед. Однако мы не знаем чувствительности этих динамиков, поэтому точно утверждать не можем, что эта модель будет громче звучать на каких-то регистрах, частотах, чем предыдущие. Скорее всего, я так подозреваю, что они рассчитаны на создание звукового поля примерно одинаковой интенсивности, что та, что другая модель, которой достаточно для озвучивания рабочего места ближнего поля. Что можно сказать еще об этих моделях? Можно сказать, что... Да, но эта модель тоже имеет пульт дистанционного управления, соответственно, и набор входов у них в остальном одинаков. То есть никаких балансов и эксклюзивных входов иных, они не имеют. То есть аналог, цифра и Bluetooth. Да, эта модель еще имеет пресеты, которыми легко можно в одно касание, как говорится, установить желаемый характер звучания. Кому-то это, очевидно, нравится, кому-то это, видимо, надо. Ну и DSP, указан здесь, реализован электронный кроссовер. Но это все точно же, как и в модели конкуренте. Давайте посмотрим, как настроены резонаторы этих систем. Напомню, здесь 6,5-дюймовый динамик, здесь 5,5-дюймовый динамик. И резонаторы следующим образом. Вот это вот кривая импеданса 2000-й модели. Вот это вот 2750. Давайте сложим эти два графика, чтобы они не мешали нам развлекаться. И получим вот такую вот картину. Получается, что настройка портов с инвертором у них примерно одинаковая. Примерно на 50 Гц. Может быть, S2000 даже чуть ниже. Но это, скорее всего, погрешность измерения. Но, однако, сами динамики явно разные. Вы видите. И это очень хорошо характеризует, иллюстрирует, точнее, различие между басовым динамиком и мид-басом. Вот у 2750 это басовая динамика. Заточен на воспроизведение диапазона не более 500, допустим, Гц, а у S2000 это мид-бас, который играет весь диапазон вплоть до 4, там, 3, не знаю, 5 кГц зависимости от модели. Вот такая разница в кривой импедансе это нам иллюстрирует. Но, тем не менее, у них нет ни одно преимущество в глубине. Но в создании звукового баланса, конечно, принимают участие не только кривая импеданса, а сама конструкция динамикового площади, длина его хода, его чувствительность и так далее. Все это нужно слушать. Это нужно слушать, что я предлагаю вам сделать, послушав тест сравнения этих моделей на моем старом наборе треков. Он, как нельзя, более хорошо иллюстрирует разницу звучания между этими моделями, которые можно различить даже с мобильного телефона. Пишите в своих комментариях, что вы считаете, какая модель, на ваш взгляд, лучше. Почему я уверен заранее, что мнение разделится примерно 50 на 50. Ну, по крайней мере, так должно произойти. Затем пока, счастливо, ребята! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА